Доброе утро, земля, спалось отлично. Единственное, тут от окна шум, дорога и еще громкоговоритель, который на вокзале, вот под утро это мешало, а так ночью вырубилась и вообще так хорошо спала, выспалась, отдохнула. Сейчас нужно быстренько делать дела, завтракать, идти карту памяти искать, собирать вещи и дуть на ЖД вокзал, навстречу, новым приключениям. Мне тут вот чем приходится грешить, кушать то надо, вот буду такие кашки кушать и добавлю ягоды сублимированными. Сейчас с водички погрею, кашку заварю, быстро поем, пойду искать. Города вообще не знаю, но надеюсь, что где-то может рядом есть что-то, где карты памяти продают. Нашла я карты памяти, еле-еле, тут оказывается и видео, и ДНС есть. Все, я уже в гостишке, сейчас пойду приму душ, буду собирать рюкзак и навстречу новым приключениям, надеюсь, у меня все будет хорошо. Вот в этом походе должно быть все, все должно быть. И превозмогание, и боль, и трудности. Я успомылась и почти собралась, остатки уже. Сейчас уже все собираюсь. В Иркутске вообще нет остановок трамвайных, представляете? То есть люди заходят и выходят прямо на дороге. У нас в городе везде трамвайные остановки, люди стоят, ждут нас на этих остановках. А здесь просто прямо на дороге садятся, прямо на дороге выходят. А чем есть? Интересно было бы погулять по городу, но вчера я очень поздно приехала в такую познатень. Страшно выходить было. Я вчера вышла до магазина, там столько пьяных было. Не знаю, может это на автовокзале только так. Все, через час выдвигаемся в Северо-Байкальск. Вон она микро стоит. Девушка, где зеленые футболки. А тут мороженком баллы. В Иркутске жара показывает 28 градусов. На солнце больше, наверное. А там обещают прохладную погоду. Вот это наверху, это весь наш багаж. Так это страшно выглядело вообще. Ну, вроде все надежно выглядит. Надеюсь, не потеряем свои чемоданы по дороге. Ужасно хочется пить, но нельзя, потому что ехать очень много часов. И остановки будут примерно через каждые три часа. Павел, сколько я все подошел? Это моя дочь, ты не делала? Моя дочь. В общем, я на Северо-Байкальском вокзале, меня уже там ждут, все потом А вы еще и меня снимаете? Конечно Здравствуйте Вот Андрей встретил меня на ЖД вокзале, сейчас двинемся в путь по нашему маршруту Так, мы сначала соберемся Сходим куда-нибудь попить, поесть, покушать Да, я не завтракала, видимо, вы тоже, да? Нет, я дома-то поел Я вообще еще не завтракала Хотела стандартный набор, картошку с салатом и морс Но картошки не оказалось Вот такой у меня завтрак Вообще хотела кашу, но каши тут нет, вообще сложно, очень нормально, если бы можно покушать Вот столько у нас рюкзаков А это еще двое мужчин, которые с нами идут или мы с ними идем Сергей и Виктор Мы почти загрузились Идешь, пьет Прямо пьет, 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 мелко, правда, но ну Капец, дожди на Ливану Гром, молнии, вообще гроза натуральная Стоим, тут подождем Вроде, да? Или не наш? Вон у такой махини поедем Грузимся Шматье грузим вон туда Хорошо Нам ехать примерно 8 часов Не знаю, если мы не проехали Ты что, типа? Ну вон вон там Тут не стоит У нас поедем Ну вон там А как это зашлое Когда пьет, а как это зашлое Вы не хотите? Жизнь 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 Что-то? Поехали Ты остыла себе? Да, тут мы сейчас этих шоков не смотримся. Остановились перекусить. Долго не могу снимать дождь, боюсь угробить телефон. Такое место шикарное, туман. Дождь идет, вообще кошмар. Стоянка вот какая-то, ее вообще залило полностью. И вот здесь такой курум. Такие горы. Все в тумане, дождь идет. Все как я люблю. Мокрые камни. Вот у нас заброска конкретная. Первый раз так забрасываюсь. А мне дали вот такой вот плащик. Я боюсь вообще телефон мочить, потому что если его угроблю, то все, ничего вам не сниму. Говорят, два дня будет в дожде, потом вроде бы нормальная погода. Вот такой вот плащик мне дали. Он что, богатый? Он как раз по мне. Ну, российские железные дороги какие-то будут. Сейчас тоже кушать буду. Кстати, чай такой вкусный с молоком. Я обычно с сахаром не пью. Чай с молоком, с сахаром мне очень сильно понравился. Пирожки домашние. Сейчас тебе не опасно. Сейчас ты можешь сахар горстями покушать, потому что потом Петрович возьмет, тебе рюкзак оденет и попрошь. Нет, я сахар не ка. Буквально за две недели у тебя этот сахар просто воздухом выйдет. Я сумасшую. Нет, ну по тебе видно. Ты молодца. Да, конечно. Форму держишь. Я вот запустил 25 килограмм лишнего. Ну, оленя не стало, потому что медведя раскладилось немеренно. Все. А там вот те такие места, допустим, чая. Аллаки туда вверху. Это, ну, вы будете проплывать там все. Олень, весь олень, допустим, тундровый, он идет килиться на путь. Угу. Туда. И все. А медведя, что он за кого идет, он же знает. Да, но все. Они меня плохому мином. Вот такие у нас кадры в телевизоре. Да, телевизор такой, едем, смотрим. Правда, они такие запутанные. Дикая тайка, горы. О, зато, кулка, на суночные. Странный телевизор. Комаров здесь и там передают. Простите за тряску, товарищи. Невозможно ровно снимать. Это мы что сейчас проезжаем? Гасан-Дикит. Гасан что? Гасан-Дикит. Гасан-Дикит. Гасан. Короче. Гречка? У нас тут разъезд. Ну да, тут по-другому. Опа. Ой, там еще одна. Я говорю, дизельная. Хочу медь. 33 на 8, неплохая машина. Комары жрут вообще даже в дождь. Это просто жесть. Машину-то сняли вторую? Да. Ага. Зажрали уже. Ура, пошел. Опа. 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 Нифига. Вот такие машины ходят по тайге. А вы, народ, спрашивайте, откуда дороги в тайге? Опа. Опа. Вот откуда берутся дороги в тайге, а вы спрашивали. Вот, пожалуйста. Дикая тайга абсолютно. Ну, когда был перевал, когда шлипал перевал, здесь мосты были. Когда геология стояла, нормальная геология тогда. Вот все было, и мосты, и дороги, и все. Гасан как? Как Дакит. Гасан-Дакит. Гасан-Дакит река. Ох, и туман прям над ней. Это дичайшая просто тайга, чтобы вы понимали. Прям очуметь. Вот это река. Класс. О, какой там туманище. Туман какой классный. Туман. Тюмой. Бадана тут, смотрите, сколько. Причем он такой мелкий какой-то. Посмотри, жимолость и все жимолость. О, жимолость есть. Вот жимолость. Жимолость. Вот тут где-то есть чайник. Пускай мне. Вот. Сучья. Ну, она еще зелененькая такая немножко. Ну, такая. Ну, дома-то у нас уже, у меня поспело уже вся. Ну, дома-то другая. А тут дикая. А это дикая. А дикая самая? Поданчик что-то маленький прям. Маленький какой-то. Цветет вот. Ну, морозный. Вот мы стоим. Наша тачка крутая. Ну, на сегодня, на сегодня, на сегодня. Да, вот мы здесь. Открыли. Класс. Мурста. Дикая тайга. С шикарными видами. Едем через реку. Река Гасан. Сокращенно ее все называют. Такая красавица. И вон там туман такой обалденный. И просто... Ой, мамочка, как трясет. Смотрите, мы по реке прям едем. Такая обстановка внутри. Вот так вот я тут трясусь. Еле-еле сижу, держусь. Ô, мамочка вроде. Ха-ха-ха-ха-ха. По клещам самый сильный, по данным. Иркутск, уже после этого. Основной тысячи, наверное, не так, что там лезть. Моя мама Самара Ивановна, она была врачом, когда здесь сериализировала, ну это те, те еще годы, а не, вот женщина, в брод переходила, и ходила на чай. Я тоже сейчас перешила. Ты брось, ты, да конечно. Нет, да что тут переходи, я переходила такие броды. Ну а раньше-то вода была. Они же невысокие. Больше вода была. Вон там туман шикарный. Да, туман был. Вот тут позапа за прошлым году и все горело. Вот так стоит пожарство. Позапа за прошлым, да? Да, за позапа за прошлым. Все, все, переходим, брод. Переходим? Переходим? Давайте, одеваемся, да? О, круто. Да, можно. Не, не надо. Сначала, короче, дразнят, что давайте перейдем, а потом говорят, не, не надо. Хитрюги какие. Вот связалась-то, а? С таежниками, е-мое. Дразнят бродами и не дают перейти. Езжай, говорят, на машине. Нечего ногами ходить через брод. Вот так мы бродим реки, как говорится, на машине. Стрекозы летают, комары жрут. Тут порог. Это, походу, все та же река. Мы тут остановились. Немного. Посмотреть, полюбоваться речкой. Меня тут вырубило немного в машине. Вот. Вышли передохнуть от тряскы. Такая красота в тайге. А запах такой, вообще, обалдеть. Воздух просто вообще, не передать словами. Стрекозы просто огромные летают. И комары просто жрут беспощадно. Ах, пихта. Комары жрут. Пихта пахнет. Я просто обалдею, реально. Просто обалдею. Можно росой, вернее, дождем этим умыться. Вот берете сломанный кустик и вот так. А потом вот так. И все, и вы чистый. Остановились очередной раз. Садись, садись. На передышку. И вот сколько ягеля. Он такой мягенький. Потому что после дождя так приятно вообще. Здорово. Люблю ягеля. Он такой мягкий. На нем классно лежать. Особенно, когда вот после дождя он мягкий. Так он сухой, когда на улице жарко. О, кстати, шишечка. Маленькая, зелененькая. Там еще, вон вижу, шишки. Жимолась там ниже, я видела, растет. Туман, смотрите, какой. В общем, красота. Еще бы комары так не зажирали. Вообще просто съели уже. Даже едешь в машине, они вот просто жрут постоянно, без конца. Вот, доехали докуда. Поселок. Перевал когда-то здесь был. А теперь тут заброшки. Дикая тайга абсолютно. И вот такие заброшки в тайге. Строения заброшенные. Когда-то давно-давно здесь был поселок. Но уже давно нет здесь. О, че медь. Там и столько ехали долго сюда. Как тут люди раньше жили. Ничего себе, сколько тут заброшенных домиков. Вот это вообще прилично выглядит. Даже, смотрите, типа энергия есть. Вот там туалет. Электричество я имею в виду. Хочу медь. Вон там водичка. Река внизу. Решила-ка я заглянуть. Мне прям интересно. Че тут такого есть? О, тут абсолютно вообще пустой вагон. Одна кровать. Ничего больше. Вот че там дальше есть. Посмотрим вот тут. Тут вот стол. Еще один такой добротный стол. Лавки. Кстати, течет. Вон здесь полмокрый. Капает. Плита даже стоит. Печка пропадает. Блин, такая огромная. Жалко даже. Вон все бежит, она сгниет. Ну, я так уже заржавела вся. Жорчина просто сыпется. Да, печально, конечно, когда такие места пропадают. Чтобы вы понимали, от места, где мы сели вот в эту машину и до места, куда мы едем, более ста километров по Дикой Тайге. Понимаете, как мы далеко уехали. Ну, мы еще чуть-чуть не доехали, я так поняла. Но это уже мы очень-очень многие километры проехали. Говорят, что где только что я была, это типа столовая. Мы сейчас там будем перекусывать. Километров 60 мы проехали, сказали. Пойдемте еще чуть-чуть посмотрим здесь. Интересно. Тут включатели даже есть. Даже лампа вот такая. Вот тут интересно мне. Домик такой добротный, кажется. Ну-ка. Тут уже все промокает. Доски даже, блин, как новые. Реально жалко. Типа сараюшки. Ну что, даже шкура чья-то. Типа олени что ли. Да. Тут вот, кстати, печь забрали. Видите, нету труба есть, печи нет. Домик выглядит добротно с виду. Видно, что все уже. Опять ему пришел. Старые вот эти плакаты. Помните, да? Пожарные пиления древесины. Тут вот лист был у печки железный. Тоже что-то его выдрали, наверное, когда печь уносили. Вот, вход сюда. Ничего тут тоже такого нет. Все пусто. Все позабрали, видимо. Ну, знаете, хоть все позабрали. А то, знаете, бывает заброшки бросают дома, и прям все там остается в них. Тут пусто. Люди, то есть, съезжали намеренно. Все бросали просто и забирали свои вещи и переезжали. Еще в одну заброшку зайдем, и все, наверное. О, здесь тоже печь какая. Из бочки. Она, кстати, нормального состояния. На нее то есть капает только вот тут. Тут типа сарай, видимо, что-то было. Но мастерской какой-то, я так понимаю. Да. Все такое разрушенное уже. Вообще ничего живого нигде не осталось. И все, вынесли все, что возможно, невозможно. Тут вообще какие-то склады непонятные. Короче, вагоны, они все пустые. И вон тот амбар, там какая-то ерунда в нем лежит непонятная. Вон там еще домики сходить бы посмотреть. Не знаю, будет ли у меня время. Пойду перекушу. А то сейчас все перекусят, а я тут шарюсь по заброшкам, в общем-то. Опрокинусь с едой. А мне тоже кушать хочется. Пойду в такую типа названную столовую. Вот она, зелененькая, в которую я уже заходила и вам показывала ее. Четыре направления, короче. Облекиху будет кто? Холодненькое, правда, мороженое только отстаиваю. Нынешнего сбора, да? Да нет, почему? Ну, суроженое это. Дружки-то не брали? Сейчас черед погреем, вон. А то у нас закончился, а нам чай охота. Сухомятам не охота жевать. Надо чайку. Говорят, это промысловый был поселок, и что-то там невыгодно им в такую даль было ездить, привозить, увозить. И всего лишь лет шесть назад здесь все бросили. То есть там даже видно, да, что дерево новое у вагончиков у некоторых видно, что новые доски. Пойдемте еще посмотрим, какой он домик. Туман поднимается над горой. Красотища. И заброшки такие. Туманище, тайга. И вот такие заброшечки стоят. Ну, вот в эти развалившиеся я уже не пойду, рисковать не буду. В этот вагон я, наверное, тоже заходить не буду. А вот в этот домик мы зайдем. Посмотрим, что там интересно самой даже. А тут в вагоне, в принципе, тоже ничего нет. Вон там даже видно. Решетка открытая, пустой вагон. Кстати, с решетками. И такой вон замок висит. Мощный. Интересно, что-то тут хранилось такое серьезное. О, это прям добротный такой домик. Хороший. Блин, жалко, так такие дома. Пись, смотри, какая мощная вообще. Как надо, наверное, обогревала дом. О, так это баня. Поэтому и печь такая. Алина, как всегда. Банька. Ничего себе. Видите доски? Они как новые. То есть видно, что недавно брошен поселок этот. Жалко. Жалко. Представляю, как тут парились. О, ну, моё. Венчик даже лежит. Вот тут поддавали. Жарком, парком. На самом деле так жалко мне вот всегда. Блин, я так баню люблю вообще. Даже сейчас в банке. Да ещё в такую погоду мрачно попарилась. И всё брошено просто вообще. Потопки даже хорошие. С другой стороны, в такую даль, понятное дело. Щелкнешься вот так. Пизжма, смотри, тут и есть, растёт. Интересно так по заброшкам полазить с одной стороны. С другой стороны, жалко. Жалко, когда вот пропадает такое среди тайги. Представляете, если бы хоть один домик поддерживали, здесь можно было реально останавливаться. Ну, то есть зимовье, чтобы здесь было. И тут ни один дом для этого не годится. Они все уже всё протекают, капают. Печки плохие уже. Короче, зимой тут не выживешь ни в одной из этих заброшек. Они все совсем плохие. Ну, при желании можно, конечно, печку затопить и погреться. Бомбар не пойдём. У нас супер глепиха, вон, свежемороженое. Вкусняшка. Свежеоттайшая. Да, балуемся. Вот ещё пакет, два пакета. Завтра будем есть. Достать не надо. Там у меня салат. Маленький огурчик, а ты, маленький перчик. Ладно, сегодня надо от мясного доедать. Вот такое. Сейчас, короборки сейчас. Какая красивая, всё. Я не видела уже этих комаров. Они уже залезли в уши, в рот, в нос. Везде вообще просто. И будут ещё вот такие шлауны дали. Дуды. Как бы мне в них не запутаться совсем. Всё, вот все, кстати, такие красивые. Может, он на комарке. Потому что нас уже заедет. У нас уже лезем в дороге. О, надеюсь. По точкам, по точкам, по точкам. Ломает. Берегончик, да? Да, блин. О, раздавительный сон. О, галетово вообще шикарное. Волочистые места. Галетово. О, какая красота. Вот это горы. Горы. А вот так вот мы смотрим на горы. Из машины. Вот. Это там холодно. Давайте-ка уже тенка пускать. Это уже зима. Я замерзла. И я такая мажутся. Уже весь день едем и все лекарства не доедем. Вот и ночь на дворе. А мы едем в ковре, да? Да. Уже время почти 10 вечера. А мы ещё всё едем. Уже все укутались, потому что замерз. Уже наши комары спрятались. И мы всё едем. Будем, наверное, ночь в Воладе стоять. Если вообще будем сюда стоять в Воладе. Да, можно не ехать в Силь? Ты посмотри, какой же окна цепок. Ну, а мы опять говорим, что приедем. О, вообще. Вид какой шикарный вообще. А где-то у вас стоит встретиться. Ага. Сейчас запрыгну. Так, а где мой большой рюкзак? Кто-нибудь посветит на него? Давай, посвети. Так, 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 так. Мы уехали, уехали. И, наконец, приехали. Время 12 часов ночи. Меня вырубило в машине. Холодно вообще. Меня всё трясёт. О, а что тут окно? Почему нет окна? Привет. Почему окна нет? Медведь, что ли, окно съел? Ну, пошли. Там уже придут. О, там столик. О, мышь бегала только что. Такая избушечка малюсенькая. А? Малюсенькая. О, холодно. Печка такая. Меня всё трясёт. Руки трясутся, потому что холодно. Я меня вырубила в машине. Я вообще не помню, как я доехала. 12 часов. Я ж не спала столько времени. Сейчас выгружаемся, и всё, машина уезжает. Это же заброска была. Нас забрасывали. То есть двое уезжают, а мы вчетвером остаёмся. Всё у меня трясёт всё. Доброе утро, земля. Такая, знаете, избушка-ночуйка, говорят. Она вся дырявая. Сюда раз в год приезжают по обещанию ночевать промысловики. Вот, и мы вчера уже в первом часу ночи только утолкались, можно сказать. Поэтому я уже не стала ничего снимать. Нам пришлось всем вот в этой вот избушке маленькой спать. Потому что не вариант было ночью палатки ставить. Всё мокрое. Ничего не видно. Вот. Сейчас часов, наверное, 8 утра. И мы все встали. Хорошо так с мужчинами ходить. Он уже костёр вывит. Всё на мази. О. На чаёк вода? На чаёк. Ну, сейчас ещё и кашу поставим. Кашу рисовую будет. А я свою заварю. Мне только воды горячей. А с нами рисовую кашу без мяса не будете? Молочную? Молочную? Да. Ну, можно поесть. Ну, всё, давай. О, такие горы вокруг. Обалдеть. Красота. Вот это горная тайга. Дичайшая. Просто дичайшая. Реально. Мы просто так далеко забрались. Представляете, мы вчера весь день ехали. Больше 12 часов мы забрасывались. Заброска дорого стоит. Не буду говорить, сколько. Мужчины оплачивали. Сюда стоит, оказывается, ещё дороже заброситься. А нас забросили подешевле. Вот. Такие дела. Сейчас будем завтракать и двигаться. Комары зажирают. Все в накомарниках. Одна я такая дерзкая. Хожу такая вся крутая без накомарника. Надолго мне хватит, интересно. Ой, вот в такую дичайшую тайгу меня реально первый раз завезли. И так далеко. То есть сюда даже заброска ну, не дешёвая. Просто так не забросишься, короче говоря. Надо специальную технику иметь. И то мы весь день ехали. Вот. Каша почти на мази. А какая же, даже не закипела. Ну, сейчас вот. Соненькие загорятся. Кашевар должен быть один. За соль и чай. Сахар будешь добавлять? Сахар. Что-то ещё надо было добавить. А, масло. Это мы попом. Все таёжники, как таёжники. А я, как всегда, выпендрёжная белая ворона. Все в накомарниках. А я борюсь всё, хожу с комарами. Мне уже в ладошку укусили. Если правая, то здороваться. Если левая, то к деньгам. Чего выходить? Левая? К деньгам. У тебя она будет долго чесаться. Много деления будет. Я буду её расчесывать, да? Да. Хожу, воюю с насекомыми. Мне просто облепляют. На комарнике неудобно. Душно и плохо видно. И не знаю. Пока борюсь. Короче, меня победили. Я сдалась. Вот. Заели. Недалеко от избы. Столёночка такая небольшая есть. И тут так интересно. Вот. Типа столика из камня. А вон виднеется дымок. И избушка чуть-чуть торчит. А вокруг просто тайга и горы. Птицы поют. А вот там, кстати, пониже озеро какое-то находится. Я не спрашивала ещё название. Не знаю. Наверное, на камеру не видно. Немножко видно. Мы, короче, когда будем сейчас заброску делать, мы будем с вещами. Там идти тяжело. Мы весь день будем идти. Поэтому снимать я буду мало. Да и надо экономить на телефоне и заряд, и память, и на всякий случай. Потому что заряжать тут негде. У меня всего два корбанка. На 20 и один, на 10. На 10 уже закончится скоро. Поэтому надо экономнее как-то. вот такие дела. Вот такая красотка. Сейчас вот это наберу. Пришли за водой. Указывается, это речка Чуя, да? Чая. А, Чая. А я думала, это озеро. Нет, инакамамаме все-таки придется снять. Что? Неудобно через него каши кушать? У нас такие спартанские условия. ему вот так прям каш с общего котелка. Потому что тарелку фикола знают, где она. Наверное, табурет их не принесу, да? Белком прям отдает вообще. А, сейчас взлетят пока я поем. О, кашу маслом не испортишь. Солнечная каша. Да. Объеденец. Масло можно испортить, кашу не нет. ой, какая красота на нас идет. Из-за гор. Наверное, сейчас слупанет дождь. А может, протянет. А мы тут все еще завтракаем. Кофе пьем. Такая каша вкусная, что вон стрекоза даже прилетела ее покушать. пьяная. Только не это. Нам вот что-нибудь из-за того надо. вертолет. Ее посадить надо на это. Улетит потом. Не хочет. Понравился ты ей. все. Таким образом происходит мини-ремонт избы. Потому что крыша течет. Мы принесли тент и вот решили вот так накрыть. хотя бы так. Так. Мы с Андреем выдвинулись. Андрей, говори, машут. Наша цель. Сейчас мы бродим через речку чая, поднимаемся вверховый приток чая, на горные озера, где живет Тарбаган. Или по-другому черно-шапочный сурок. Сергей исследователь этого сурка. А мы ему в этом деле помогаем. поесть там с ним вместе погулять это будет всегда пожалуйста. А я вообще реально гуляю. Да у меня даже на комарниках нет, что говорить. Вон люди таежники нормальные в сапогах на комарнике. А вы вот все время спрашиваете Алина, как ты по тайге так ходишь? Вот видите, я так вот и хожу. Люди нормально экипированы, а я вот по городскому. Дела такая таежница я. Брод такой небольшой. Андрей решил аккуратно перенести рюкзак, оставить и настаивает потом меня перенести. Не, я отнекивалась, отнекивалась, у меня же бродилки есть, но просто чтобы их не мочить сразу так и время не тратить на переобувание. У меня шнурки долго езжать. Сейчас он рюкзак оставит и попробует меня перенести. Я отнекивалась, честное слово. Хорошая прыгучесть, прыгучесть хорошая. Сяду я верхом на коня, привези как прежде меня. Нормально? По безбрежнему болоту моему. Мамочки. Я по этому болоту пройду. я как самый тяжелый рюкзак вешу. Да нет, не самый пылой. Тяжелее рюкзаки. Конечно. Тяжелее 50? Пылают. У водников особенно они же. Мало того, что все продукты. лодки. Ага. Это самое глубокое место. Пойдем потише, чтобы не зачеркнуть. Спокойно. Ура! Заработало! Все? Ну, до сухого. Ему понравилось меня везти. Да, да. Аккуратненько. Ну, что, Сергея не ждем, он нас все равно догонит. Покаталась на лошадке. Напоющей причем. А лошадка петь умеет. Да, И гого кричит лошадка с примушонок сладко-сладко. Кстати, Андрей несет рюкзак у него вон какой огромный. А я вот на легке иду. Хорошо ходить с мужчинами в тайгу все-таки. Не то, что я таскаю свои чемоданы огромные. По дороге везде растет корельский чай. Вот этот кустик прям особенно красивый. Такой яркий. И много-много цветочков. Ага. И вот, кстати, тут много княженики растет. Вот она цветет. это ягода такая типа малины. Вон еще цветет кровенький. Тут ее так много. Вкусняшка. под ноги. Под ноги, смотрим. мокрый блогер выглядит не очень симпатично. Еще если грязный. Наоборот. Мамка, а вот маленький. Вот короче медвежьи следы большие маленькие. маленький. Это копыта. Да какое копыта. Он просто размылся. А вот большой след. И вот огромный след. Копыта тоже есть. Вот копыта, вот медведица. Да, я вижу копыта. Кстати, лося огромного. Ничего себе. Так что и волки, и медведи, бедные лоси. А до этого я просто не сняла. Там вот эти лосиные огромные следы были. И волчьи были следы. То есть волк шел видимо за лосем. Ну мы так предположили. В эту сторону, а медведь наоборот в другую получается. Причем медведь с медвежонком. У меня если что есть фальшфеер. А петарды мы что-то решили не брать. Только решили ограничиться одним фальшфеером. Мне уже эти мошка все глаза залетают. На комарник нужен? Не, пока не нужен. Не могу я в этих на комарниках ходить. когда мне уже муха в глаз конкретно залетит, я скажу давай. О, а вот уже орехи. Орехи. Какахи. Свежие какахи, следы тоже свежие. Где-то рядом Мишаня. Ну все наконец-то все встало на свои места. А то иду говорю не видно ни следов, какашек, ни Мишань. Только сказала и вот пожалуйста наконец-то вот она тайга. Вот это я понимаю. Сейчас бы еще Мишаню увидеть. И вообще было бы все нормально. Вот там брод глубокий очень. Приходится вот так по кустам по мокрым идти. А? А? тапочки достать? Не, нормально все. сейчас посмотрю. По карлику вот так березки по мокрое все. Фух, блин. Кулички чай тут же растет. Борец. Что еще я тут вижу? жимолость что-то еще. Ветер поднимается. Походу идет дождик сюда. Уже капать начал. Тучи вон какие. Там горы красивые для пота. поднимают. Да, нас сейчас польет может быть а может и протянет. Да, нет, если взрослоп есть, то сейчас будет дождь. Идет дождь. Вон там вообще все в тумане. Сейчас вот этот брод проходило, только мне пришлось по кустам обойти. Мало того, что дождь. Я вон вся просто насквозь мокрая. Ну да, такие дела. Нет у меня штанов, которые бы не промокали. Скажу в чем есть. А вот теперь настоящий брод. Ну в смысле такой, который надо реально бродить. Вряд ли его где-то можно постреть. Но нет, по-моему не пройдешь его. Надо бродить. все-таки хочу попробовать обойти. Может пойду там. Да, что-то там прям совсем река. А? Болотой корень? Нет. гостей. помочь никому либо закруч нюня. Гэм А я девчат с рюкзаком с мультой. Нюня никто не снимет. Некому будет. Опа! У него сапоги, мне не промокают, что они тоже не промокают. А я не знаю, как я это рискну. Короче, мне некому будет снять, придется карту. Быстрее, быстрее. Чем быстрее, тем легче держать курсовую устойчивость. Быстрым, быстрым. Все. Не надо торопить, у меня свой. Тороп, понял. На ветреной стороны. Вышли в тундру. Сейчас будем... Ну, как-то, неважно. Сейчас будем... Красота какая. Туман такой. Жимолость растет вон везде. Но самих ягод не видать. Можно лося увидеть. Зубра их увидеть можно тоже. И медведя можно увидеть. А может даже и волка. А можно еще вот красоту лицезреть. И наслаждаться. Нам вот эту реку сейчас переходить. Как она называется, забыла? Чая. Чая, точно же. Легкое такое название. Не отчаивайтесь, переходим к чаю. И, короче, там глубина. Большой мой дяденьки по пояс. А мне будет по грудь, я пойду... Во, голышом почти. Майку я уж не стала снимать. И у меня вот такие чешки есть. Они, кстати, очень удобные. У них вот такая подошва, вибрам. Ноги точно не пораню. Как бы настроиться. Вода вообще ледяная. Я сейчас там точно дуба дам. Главное, мне камеру не уронить в воду. Блин, все, меня жрут. Надо идти, короче. Надо идти. Но одежда-то все равно перейдет только завтра. Посылка будет только завтра. Вы это сейчас, да, издеваетесь? Это да. Это нельзя было, да? Обычно говорят, что так можно было. Наоборот, оказывается, нельзя так было. Так, мне главное камеру очень крепко держать. Иначе все будет. Мама, дорогая. Ах! Ах! Ты что? Все, я попула. Капец. Нифига мне тут дыхалку спирает, капец. Вода вообще ледяная. Я же говорить не могу. Ааа! А мне еще одежду ждать. Жесть. Я Енисей, можно сказать, перешла. Ледяная, такая же, как Енисея у нас. Да? Она вот и сколько. Да. Здесь 12 градусов. Не, меньше. Меньше 10 градусов. Ху-ху! Холоднее Енисея. Ааа! 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 Самое стрёмное, что у меня одежда там, и мне сейчас придется ждать вот такой холодный и мокрый, пока Андрей перенесет одежду. О, мне какую курточку показали. Погреться. Тепленькую. Да, Андрей сейчас перебродит и вещи мои вернет мне. У меня штаны здесь есть, сейчас я их надену. Эх, по-моему, мои вещи под угрозой и не только мои. Это реально был трэш вообще. Вода прям реально очень ледяная. Даже руки еле-еле терпят. Просто набираешься сил, настраиваешься и идешь. И реально аж дыхание спирает, не можешь говорить. И я там в одном месте, мне так глубоко, что я все уже поплыла. Я боялась очень больше всего камеру выжать. Короче, мне пришлось вот так майку сверху на кофту надеть. Выжала ее. Потому что она на мне высохла, чтобы не на тело ее надевать, потому что холодно. Она прям на кофту сверху. Вот. Трусики тоже выжала. Извините за подробности. Они у меня такие, тоже быстросохнущие. Ну, ткань такая. Специально надевала такие в ход. Знала, что браты будут. Вот. Все нормально. Мужчины уже далеко вперед ушли. Пока я тут это переодевалась, выжималась и все такое. В такой красоте иду реально. Туманы, горы. А! Броды. Весная тундра. Говорят Мишу кричать почаще. Потому что здесь медведей очень много. Так что вот иду и не кричу. Думаю, вдруг выйдет. Можно будет снять. А потом уже кричать. Если уже будет не поздно. Шучу. Все, надо мужчин догонять, короче, а не болтать. Там вот тучи такие. Их уже пронесло. Дождик такой небольшой прошел. Кстати, он начинался к тому именно бродить. Начинали. Такая красивая лесная тундра. Тайга. Чунить. Красотища. Когда-то здесь был поселок. Сейчас здесь дикая Тайга. Кровати остались. Даже чайник есть. Будочка даже маленькая осталась. Там даже чай есть. Где, говорит, удочка? Будочка. Будка. А, будка. Да, вот так посреди прям тайги. А вот река. Все та же самая. Был когда-то поселок. Представляете? Вокруг вот такие просто горы. Горная тайга. Вот какая-то одна заброшечка осталась. Сейчас даже подойду. В принципе, ничего тут особенного нет. Наверное. Ничего себе даже бетонированный. Подполье типа, наверное, было. Отстала только. Железный каркас остался. А, камбрыжут. И ничего больше. Зато вид из окна тут был. Вот это вид. Представляете? На речку. О! Картина. Комары. Все, уже поели меня. Нет, я вам не сдамся, насики. Я буду бороться до конца. Вот, короче, набираем факел разжигальщика. Бумага заворачивается, вернее, деревяшки, совсем тоненькие и сухие. В сырую погоду всегда на лиственницах, на елочках можно найти такие лиственницы сухие. Ну, вот нам сегодня повезло, дождь прошел, но вот уже ветки сухие. Сейчас надеюсь, что мы разожгем костерок. Так, вот. И теперь наша задача наломать еще тоненьких, которые будут лежать сверху. А это ложится по ветру, вот так, чтобы сюда поддувалось, зажигается. И сверху у нас ложатся еще сухие, такие же тоненькие дровишки. Должно загореться. Ну, как, что с одной спички, ну, попробуем. Ну, тут все сырое, что доски штат, а доской лучше тем, что она может сама потом загореться. Так, вот. Почти по ветру. Ветер у нас от той стороны. Так, набираем сразу тоненьких. И на готове будет еще. Дело не важно, шалашиком ли, колодцем ли. Ну, в той стороне, которая подветрена. То есть, ветер отсюда, большую часть накладываем костерком с той стороны, куда будет дуть ветер. Так, все. И приготовили в запас сразу, что разгорится, значит, будет гореть. Ну, а тут уже толстенькие, тонкие можно еще поломать, а толстые уже потом. Так, все. Начинаем поджигать. Еще повдоль положили, чтобы они загорели. Так, комаровки вы мне дали? Дали. Осталось найти, куда я их положил. Все в комаровку. Карман, да. Хорошего хозяина, все к себе. Все в семью, как Борис Николаевич говорил. Ух ты. Еще до ветерок хороший. Прямо туда спичку кладем. Сейчас. И оплавываем тоненький, пока горит. Тоненький, тоненький. Прямо вот на пламя. Вот. Можно даже как можно тоньше. То есть на одной ветке не зацикливаемся, берем со всех тоненьких веток. Можно даже от ветра придержать. Ветер сильный. Чуть-чуть. Сейчас огонь будет еще. Ага. На камере, наверное, не сильно-то видно, да? Что я вся в комарах. Ну вот, например, на рукаве. Это еще чуть-чуть. Берешь камеру снимать, они чувствуют, что ли? Руда, говорит, о, питание. Блин. Урод комар залетел, е-мое. Так вот и мясоедом станешь. Ну да. Случайно. Комару вон. Да, кому-то тут костер. Класс над костром, они поэтому на тепле чувствуются. Ой-ой-ой. Пошло. Костер вверх, когда поднимается, надо его пониже, чтобы пламя было. Чтоб снизу загоралось угли. И до сих пор пока тоненький еще, пока не живет. Можно еще от ветра придержать. Сама бумага сырая, свечки не хотят загораться. Ничего себе, какой весь цветул кумирский чай. Вот это обалдеть. Прям такой яркий кусик. Весь цветул маленький, но весь цветет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин